Насколько Sony A7 IV превосходит своего предшественника Sony A7 III, а также превосходит ли гораздо более дорогую и заточенную под видео Sony A7S III? С точки зрения съемки видео, также фото, цвета, скинтона, ISO of S-Log3, HLG3 и S-Cinetone, а также как там rolling shutter, динамический диапазон, резкость 4K 25,50 кадров в секунду, Full HD 25,50 кадров в секунду, автофокус и прочие аспекты. Давайте проверим и узнаем! Всем салют, друзья! Меня зовут Олег Никитин, вы на канале No Limit Son. Как мы с вами знаем, Sony A7 III была рабочей лошадкой и остается ей у многих саневодов долгие годы. Но недавно на рынок вышла Sony A7 IV, это 33-мегапиксельная полнокадровая камера, которая во всем превосходит A7 III, и в цене, кстати, тоже превосходит, к сожалению. Но как A7 IV покажет себя против Sony A7S III, которая стоит на секундочку на 100 тысяч рублей дороже, ну или на тысячу баксов. Проверяем. Я загрузил 4K-версию данного ролика в хорошем кодеке на Яндекс Диск, ссылочку оставлю в описании, поэтому рекомендую скачать именно с Яндекс Диска и посмотреть ролик еще раз после того, как посмотрите на Ютубе, чтобы компрессия Ютуба не помешала вам. Ну а весь материал я отсматривал по традиции на своем iMac 5K, Retina, поэтому я думаю, что я хорошо все разглядел. В этом видео мы сделали огромное количество сравнений, поэтому спокойно можете посмотреть по тайм-кодам, какая тема вам наиболее интересна. Все тесты мы выполняли с одинаковыми объективами на A7 IV и A7S III. Это Sony 35 мм 1.8, а на Sony A7 III у нас был Tamron 2875 2.8, который мы выставили на 35 мм, и диафрагму он закрывали на 5.6 на всех трех объективах, поэтому резкость должна быть очень похожей, и вряд ли здесь сами объективы будут вносить какие-то коррективы. Даже немножко в рифму получилось. Итак, давайте начнем со сравнения резкости и детализации. Все камеры у нас стоят в PP-OFF Neutral, и все параметры внутри этого профиля выставлены на 0, в том числе и резкость и детализация. Также мы использовали кодек XAVC-S в 4К 25 кадров в секунду с самым жирным битрейтом на всех трех камерах, а сверху, там где надпись Spider Checker, вы увидите 5-кратную приближенную картинку с каждой камеры, чтобы лучше оценить резкость. Такое ощущение, что в PP-OFF Neutral на A7 III применяется искусственная резкость или Digital Sharpening, хотя настройка выставлена на значение 0. Поэтому я бы сказал, что A7 III и A7 IV выглядят идентично по резкости именно и детализации настоящей, потому что обе камеры делают оверсэмпл или даунсэмпл с 6К и 7К соответственно, и все это пакуют в 4К. А A7S III выглядит чуть помягче, но в целом тоже очень неплохо. В 4К 50 или 60 кадров на A7 IV включается кроп до Super 35 или кроп 1,5, поэтому мы сделали два теста. В первом тесте, как вы видите, на A7 III мы включили также режим Super 35, но в 25 кадров в секунду, а на A7S III мы использовали Clear Image Zoom, также в 4К, но кроп получился 1,5. И снова я вижу, что A7 III выглядит немножко искусственно перешарпленной, а вот A7 IV выглядит просто отлично. A7S III, несмотря на то, что это Clear Image Zoom, а не настоящий кроп, тоже выглядит очень неплохо. Результат меня здесь порадовал. И для второго теста мы поменяли объектив на Sony A7 IV, поставили Tamron 17-28-2,8 на 22 мм, так что примерно одинаковые фокусные расстояния у нас получились в 4К 50, то есть примерно 35 мм в полнокадровом эквиваленте. Резкость по-прежнему отличная и лучше, чем на A7S III у A7 IV, но все-таки в 4К 25 картинка чуть резче. Не забываем, что там происходит oversampling или даунсампл с 7К до 4К, а в 4К 50-60 просто кроп. Но когда мы переключаемся в режим Full HD 1080p 25 кадров в секунду, то ситуация переворачивается. A7S III сейчас гораздо более резкая и детализированная, в отличие от A7 IV и уж тем более от A7 III. Я думаю, дело в том, что здесь как раз oversample с 4К до 1080p происходит в A7S III, а A7 IV и A7 III просто выкидывают пиксели, то есть происходит так называемый пиксел бенни. В Full HD 50 кадров в секунду ситуация примерно такая же, как и в 25 на всех трех камерах, что в целом хорошо. И я сделал такую небольшую табличку с кропами всех разрешений и кадров в секунду, так что можете на них посмотреть, как говорится, рядышком друг с другом. А сейчас давайте проверим очень популярный профиль изображения S-Sinetone на A7S III и A7 IV и также PPOF Neutron на A7 III, потому что S-Sinetone там попросту нет. Проверим значение ISO и будем их поднимать по одному стопу за раз. Кстати, вот этот красавец-мужчина в кадре, это Миша, мой большой друг. Мы уже сделали с ним несколько роликов совместно, и это он счастливый обладатель Sony A7 III, который он уже, кстати, продал, и Sony A7 IV. Поэтому большое спасибо, Миша, тебе за то, что это видео стало возможным. Заглядывайте к Мише в Инстаграм, там много всего интересного. И мы сразу видим разницу в тоне кожи. A7 III немножко в маджету уходит, то есть в фиолетовый. На A7 IV чуть более явно видны красные оттенки, а на A7S III зеленые. Но разница довольно небольшая. Баланс белого идентичен на всех трех камерах. До ISO 6400 все камеры выглядят просто отлично, на мой взгляд. Также на 6400 ISO A7 IV выглядит чуть лучше, чем A7 III, а вот A7S III выглядит лучше всего. На ISO 12800 мы начинаем видеть эффекты внутрикамерного шумоподавления, особенно это заметно на A7 III. И также мы видим, что тени стали гораздо более шумными, и цвет немножко сместился. Так называемый Color Shift. Но все еще кадр выглядит нормально. Кадр на A7 IV выглядит шумновато, но использовать можно, а вот на A7S III также шумный, но чуточку получше, чем на A7 IV. На ISO 25600 мы видим очень агрессивное шумоподавление на A7 III и гораздо более низкую насыщенность в сравнении с более низкими ISO. А на ISO 51200 я бы не использовал ни одну из этих камер, ну разве что A7S III может быть. Ну и ISO 12400 на A7 III выглядит плохо. И просто ради интереса давайте посмотрим на еще более высокий ISO на A7S III. Хочу отметить, что PP-Off и S-Cinetone – это не лучшие профили изображения для съемки в плохих условиях освещения или Low Light на камерах Sony, по моему мнению. Особенно если мы говорим про 10-битные камеры, и мы с Мишей уже делали большой тест на высоких ISO, ссылочку оставлю в описании. И вот в этом тесте мы четко видим, что ISO 12800 на PP-Off на Sony A7 III по шуму выглядит так же, как S-Log III на значении 204800 ISO на A7S III, при условии, что мы правильно его проэкспонировали на плюс 1.7 стопа или на 2 стопа вверх. Но не пересветили, конечно. Это очень интересно, как экспозиция в камерах Sony влияет на качество картинки и шум. Когда смотрите текущий ролик, заходите, там есть на что посмотреть. И раз уж мы заговорили о S-Log III, тогда давайте посмотрим сравнение в S-Log III с Gamma III Cine на разных ISO. Но сначала давайте посмотрим на тон кожи или скинтон. На A7 III мы все еще видим немного мадженты, на A7 IV кожа стала более зеленоватой и на A7S III тоже чуть зеленоватой. Вполне возможно, что это вызвано именно источником света или, например, рассеивающей тканью, через которую свет шел. В общем, это все на посте правится очень легко, не переживайте. Просто именно с цветом я решил здесь ничего не делать, как сняли, так показываем. У всех трех камер абсолютно идентичная цветокоррекция с помощью лутов от Алистера Чапмана. И у меня есть большое видеообучение про S-Log III на канале, и эти луты там можно найти абсолютно бесплатно в описании. Так что ссылочку на сам видос обучения также оставляю в описании. Много ссылочек сегодня. Итак, до ISO 1600 все три камеры отлично себя показывают, если мы правильно проэкспонировались в плюс 1,7 плюс 2 стопа. На ISO 3200 у нас второе нативное ISO для Sony A7 IV, так что картинка становится еще чище. На ISO 6400 мы начинаем видеть как раз вот этот маджентовый цвет, изменение цвета на Sony A7 III. С другой стороны, A7 IV выглядит просто отлично, и A7S III также не отстает. 12800 ISO выглядит нормально на A7 III, но тени уже довольно шумноваты. A7 IV выглядит очень хорошо, ну а на A7S III 12800 это второе нативное ISO в S-Log, так что здесь самая чистая картинка. 25600 ISO на A7 III выглядит нормально, а вот на A7 IV очень даже хорошо. 12400 ISO уже не рабочий на A7 III, картинка плоская, очень много искусственного шумоподавления прямо в камере, все ушло в фиолетовый оттенок, и шум вот этот маджентовый лезет отовсюду. A7 IV все еще выглядит вполне неплохо, и в определенных ситуациях я бы мог использовать такое ISO. Ну а на A7S III 12400 выглядит очень даже рабочим. И даже A7 IV 204 тысячи в определенных условиях на A7 III можно использовать. Допустим, я снимал коммерческий репортаж на таких ISO в S-Log3, и клиенты оставались вполне довольны, и картинка получалась хорошая, главное правильно экспонироваться. И еще один очень популярный профиль на камерах Sony, это HLG. Мы выбрали HLG III BT2020, потому что многие профессионалы его советуют, я сам не пользуюсь HLG совсем, вот прям никогда использую только S-Log3, но в любом случае давайте посмотрим тест. Мне, если честно, не очень нравится, как выглядит кожа в HLG. Вот посмотри, здесь она такая красно-розовая на A7 III, чуть получше на A7 IV и, опять же, красноватая на A7 III. Итак, до ISO 6400 все камеры выглядят довольно неплохо. На 6400 A7 III начинают выглядеть чуть похуже, чем A7 IV и A7 III. ISO 12800 немного снижает насыщенность картинки на A7 III и добавляет довольно много искусственного шумоподавления внутри камеры, но в целом еще вполне рабочая картинка. A7 IV выглядит неплохо, A7 III также хорошо. 25600 ISO выглядят похуже на A7 III, чем на A7 IV и A7 III. На них картинки все-таки шумные, но еще рабочие, пожалуй. 51200 ISO вполне нерабочий на A7 III, очень большое количество шумоподавления, картинка мыльная, очень много фиолетового в кадре, прям такой тинт так называемый, и особенно это видно по краям кадра, они прям вот цвет приобретают, это плохо. 51200 ISO на A7 IV и A7 III выглядят рабочими, ну, до определенной степени, но мы видим, что внутрикамерное шумоподавление делает картинку более мягкой. ISO 1002000 практически нерабочий ни на одной из камер. И сейчас давайте пройдемся по тем же цветовым профилям, но только наденем крышечку на объектив, то есть полностью черная картинка будет. Я на постпродакшене поднял значение highlights на 100, чтобы вы лучше видели, как ведет себя шум. Не пугайтесь, в S-Log это может показаться очень шумным. Поймите, S-Log любит цвет, и весь шум, он спрятан в тенях, поэтому если вы снимаете в плюс 1.7, плюс 2 стопа, то после цветокоррекции и грейдинга весь шум будет задавлен как раз-таки цветокором, и результаты будут просто отличные, поверьте. Проверял. Поэтому данный тест с закрытой крышкой, скорее для того, чтобы понять, как в целом ведет себя ISO на различных значениях в разных профилях изображения, и также понять, где вторые нативные ISO в разных профилях на A7 IV и на A7S III. И глядя на этот тест, я понял, что на A7 III в S-Log III шум, именно цветной маджентовый шум, начинается особенно по краям прямо с ISO 800, а это нативное ISO в S-Log III у данной камеры. Поэтому я бы не рекомендовал снимать в S-Log III на 8-битные камеры, а A7 III это как раз 8-битная камера, и предпочитаю S-Log II. И опять же, у меня есть большое видеообучение на канале про S-Log II и 8-битные камеры, ссылочка по-прежнему в описании, извините, что так много ссылок сегодня, но зато материалы очень полезные. На A7 IV шум выглядит более мелким, потому что там у нас идет даунсэмпл с 7К до 4К, и поэтому шум больше похож на пленочное зерно. И вот вплоть до ISO 10000 A7 IV выглядит лучше, чем A7 III. Но как только мы переключаемся в S-Log'е на 12800 ISO, A7 III по-прежнему король lowlight'а, извините за англицизм. И особенно это касается более высоких значений ISO, таких как 102400. В HLG III я также поднял средние тона на значение 50, потому что HLG куда более контрастный профиль изображения и шум спрятан в тенях, так что сейчас его будет лучше видно. И с самого начала уже на ISO 125 мы видим, что на A7 III лезет вот этот маджентовый тинт, так что HLG III на мой взгляд, также не очень хороший вариант для съемки на A7 III. А на более высоких значениях ISO на A7 III вылезает еще и зелень в правом углу кадра. Непонятно почему. A7 IV выглядит очень неплохо, вплоть до значения 16000 ISO и даже чище, чем A7 S III. А вот после 16000 все выглядят плохо, даже A7 S III. В режиме цвета S-Cine Tone и в гамме также S-Cine Tone я также поднял значение средних тонов на 50 и хайлайтов на 100, чтобы лучше было разницу видно и чтобы шум был почетче. В режиме PP of Neutral на A7 III так много контраста, и он такой, что вы практически не видите шум до ISO 3200. Зато потом у нас появляется старый добрый маджентовый тинт, то есть такая фиолетовая пелена на всю картинку, а еще к более высоким ISO у нас добавляется с одной из сторон такие целые блоки зеленого цвета кусками. В общем, очень плохо. S-Cine Tone на A7 IV выглядит также очень контрастным, и второе нативное ISO здесь у нас 500, и самое большое значение, которое я бы стал использовать, это 25600. На A7 S III второе нативное ISO в S-Cine Tone у нас 2000, и самое высокое значение ISO, которое бы я использовал, это 64000. Все, друзья, закончили с профилями изображения и ISO. Если вы все еще здесь, то нажмите лайк, подписку и колокольчик, я надеюсь, вам нравится видос. Спасибо. Поехали дальше. А сейчас приготовьтесь к трясущимся кадрам, потому что будем проверять роллинг-шаттер. Как вы можете видеть, на 70 мм в 4К на A7 III у нас очень сильный эффект роллинг-шаттера. Вертикальные линии все наклонены, и картинка в целом становится похожей на желе, когда мы так резко вводим камеры из стороны в сторону. На A7 IV ситуация получше, но еще не идеальная. А вот A7 S III, можно сказать, что лидер в своем классе камер по этому показателю, роллинг-шаттер здесь минимальный или, можно сказать, почти отсутствует. Есть, но это совсем небольшой. И надеюсь, друзья, вас не укачало от этого теста. Теперь переходим к тесту динамического диапазона V-Log 3S Gamut 3 Cine. Я один Джеральд Тандан, у меня нет специального прибора, чтобы динамический диапазон замерить, поэтому мы просто снимем так называемую HDR-сцену, где есть и небо, и есть очень темный гараж, вот там в углу кадра. Все камеры снимали на своем нативном ISO, и абсолютно одинаково я все три кадра покрасил. A7 III показывает себя отлично, но есть немножко шума в тенях и, опять же, маджентовый тинт, по традиции. А вот A7 IV и A7 S III выглядят просто шикарно, на мой взгляд, и большой разницы между ними я не наблюдаю. Но если вы все-таки заметили разницу в динамическом диапазоне, то напишите в комментариях. Тест автофокуса скорее для сравнения A7 IV и A7 S III. У них были одинаковые объективы Sony 35-1.8 на открытой диафрагме. Снимали мы в S-Log 3, потому что это самый сложный профиль изображения для работы автофокуса, также это общеизвестный факт. И мы использовали самые высокие настройки чувствительности и скорости автофокуса на всех камерах. И после просмотра видео вглядывался как мог, но в общем могу сказать, что A7 IV и A7 S III идентичны по скорости и надежности автофокуса. И понятное дело, что A7 III, как более старая модель, она похуже послабее, но все еще очень неплохие показатели у нее. Теперь про фотографии. Смотрим на Uncompressed RAW, то есть сырые фотографии, не сжатые, которые мы вывели в JPEG в самом высоком качестве. И посмотрим на разницу разрешения 12, 24 и 33 Мп. Да, разница действительно есть, но мы приблизили картинки в 10 раз, чтобы ее увидеть. Поэтому на A7 III и особенно на A7 IV крупнуть фотки можно будет побольше. И затем мы подняли экспозицию на 5 стопов, чтобы посмотреть, что там в гараже творится. И мы видим, что на A7 III немножко шумноватые тени и немножко присутствует зеленый оттенок. В остальном все очень даже тянется. И я сделал вот такую табличку, в которой у вас здесь есть разрешение, размеры файлов в RAW и в JPEG, количество кадров в секунду и буферизация. И, наконец, тест на перегрев для Sony A7 IV. Хочу отметить, что на A7 S III я вот уже полтора года снимаю, ни разу перегрев не словил, даже на солнышке в плюс 30 снимал, в 4К 50. Все абсолютно хорошо. Также, друзья, кто пользовался A7 III, не жаловались на перегрев, и всегда камеры стояли в режиме High Temperature Mode On. По-русски это высокий температурный режим, по-моему. В общем, русское меню я в камерах не использую, я думаю, вы поняли, о чем я. В общем, как только покупаете A7 IV, ставьте сразу этот режим в положение вкл, чтобы камера не выключалась моментально. Так как времени эти тесты занимают очень много, и со всеми тремя камерами некогда было их проводить. Мой друг Миша сделал все тесты самостоятельно. У него в студии было 23 градуса Цельсия, он это все делал на штативе, и экранчик был откинут в сторону. И вот результаты. И также важно отметить, что если вы ставите режим полета, то у вас гораздо больше вероятности не перегреться, особенно в 4К. Также на Sony A7 IV, если вы хотите проснимать в 4К больше, чем полчаса, то лучше поставить режим полета, потому что при использовании Wi-Fi, особенно если вы подключены к какому-то прибору, у вас перегрев наступает быстрее. И, к сожалению, использование внешнего монитора также снизит время до перегрева, как мы видим по этой табличке. И вот все эти проблемы просто не существуют на A7 S3. В качестве дисклеймера скажу, что камера остывала полностью перед каждым тестом. Но это, конечно, не научный тест, скорее такие референсные точки для вас, ребята. Скажу так, если вы используете режим полета, отодвигаете экранчик в сторону и пользуетесь штативом, то в помещении, в принципе, в большинстве случаев все будет хорошо. Если будете снимать с рук, еще и под палящим солнцем, то результаты будут сильно хуже, я уверен. И, кстати, если вы используете внешний рекордер и пишете только на него, а в тушку на SD-карты вообще не пишете, то время работы продляется. Так что с уверенностью заявляю, что перегрев рано или поздно станет проблемой в определенных сценариях съемок. И еще расскажу о нескольких фишках, которые появились именно в Sony A7 IV. Например, вы можете подключить Sony A7 IV по беспроводу к своему компьютеру через Wi-Fi и RAW фотографии прямо в живую, в режиме Live, можно сказать, будут отправляться прямо на ваш ноут, что очень удобно для студийных съемок. На A7 III приходилось использовать провод. A7 IV может сразу из коробки работать как веб-камера. Подключаемся через USB-C и готово. На A7 IV есть специальный переключатель между фото и видео, что удобно, если вы снимаете постоянно то фото, то видео в один день. На A7 III у нас был Wi-Fi только 2,4 ГГц, а на A7 IV есть 5 ГГц, что позволяет установить быстрое и нелогучее соединение со смартфоном или с компьютером. Итак, подводим итоги. Sony A7 IV это отличная современная камера и она особенно порадует фотографов, потому что в сравнении с A7 III здесь улучшили автофокус, стабилизацию, цвет, буфер, разрешение и добавили еще несколько крутых фишек. Я думаю, что разница в цене в 500 баксов вполне оправдана. С точки зрения видео мне понравилось качество изображения, цвет, резкость, возможность переходить в режим Super 35 crop в 4К, но по сравнению с A7 III у нас нет 4К 120 кадров в секунду, нет возможности писать RAW на рекордер, также Super 35 crop обязательно в 4К 50 и 60 кадров в секунду, гораздо более мягкие 1080p и также ниже рабочие ISO. И, пожалуй, самой большой проблемой может стать перегрев. И для меня, как для профессионального видеографа, все-таки в первую очередь эти факторы очень важны. И я думаю, что разница в цене в 1000 баксов также оправдана. Я бы еще раз накопил на A7 III и еще раз бы ее взял, если бы, по крайней мере, у меня не было никакой камеры на данный момент. Или, скажем, была бы A7 III. Пожалуй, A7 IV это почти идеальная камера для фотографа. И отличная вторая камера для A7 III, FX3 и FX6. Ну или основная камера, если вы снимаете какой-то контент, который не подразумевает большие цельные куски съемок в 4К, под палящим солнцем, запись RAW на рекордер или 4К 120 slow motion. В целом, я получил большое удовольствие от работы с A7 IV и рекомендую взять ее хотя бы на тест в рентале где-нибудь и попробовать самим. Но не стоит забывать, что техника есть техника и практически любая современная камера позволит вам рассказать вашу историю красиво и хорошо. Фух, ребята, я надеюсь, вы не сильно устали от этого длинного и очень технически насыщенного обзора. Спасибо вам большое за просмотр. Вот вам еще парочка роликов, которые можно посмотреть следующими. С вами был Олег Никитин, канал No Limits On и увидимся в следующем ролике, друзья. Пока. Берегите себя.